Привет, друзья! Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, становитесь спонсорами на Ютубе, кнопка и ссылка под видео. Закон, предусматривающий осуждение лица в его отсутствии и возможность конфискации его имущества, изменил подход к беглым преступникам. Об этом заявил министр юстиции Серджио Литвиненко, согласно которому дело экс-депутата ДПМ Владимира Андронаки должно быть направлено в суд. Серджио Литвиненко выразил надежду, что судьи своевременно вынесут приговор, не допуская затягивания судебных процессов. Бывшего депутата Демократической партии Владимира Андронаки задержали два дня назад на КПП Криво Мамалыга после того, как он был объявлен персоной Нонграта в Украине и выдворен с территории соседнего государства. Министр юстиции говорит, что имя экс-депутата фигурирует в нескольких уголовных делах, которые должны быть направлены в суд. В случае с Андронаки дело о банковском мошенничестве почти завершено, по этому делу он будет передан правосудию. На Андронаке заведены и другие дела, в которых он фигурирует в разных качествах, в том числе Металферос. Теперь прокуратура должна действовать, направить эти дела в суд, а судебная власть должна рассмотреть дела в разумные сроки с соблюдением всех прав и гарантий, сказал Серджио Литвиненко в эфире передачи «Пункт Тулпе Азии» на ТВР Молдова. По словам министра, закон, предусматривающий возможность рассмотрения уголовных дел в отсутствие соответствующего лица, призванных санкционировать, в том числе тех, кто уклоняется от акта правосудия, скрываясь в других государствах. Закон о заочном осуждении принят, и когда уголовное расследование завершено, у прокуратуры есть этот инструмент. Направляется следственному суде, устанавливается завершение уголовного расследования, и человек может быть направлен в суд, заочный суд может пройти быстрее, чем в присутствии человека, ведь адвокаты воров находят разные уловки, чтобы затягивать процессы. В случае применения этого закона, лицо осуждается заочно и становится возможной конфискацией его имущества. Этот закон изменил взгляд беглецов на вещи, добавил Серджио Литвиненко. В то же время министр юстиции убежден, что заявление бывшего лидера ДПМ Владимира Плохотнюка о возвращении в политику Республики Молдова не будет иметь никакого окончательного решения. Такими заявлениями беглый олигарх пытается получить политическое убежище, считает Серджио Литвиненко. Заявление, которое Плохотнюк сделал в прессе, не более чем попытка стать политическим диссидентом соответствующими кавычками. Полагая, что он пытается убедить кого-то в принимающих странах, что он политик, тем самым ссылаясь на это, гипотетическое политическое преследование, это заявление Плохотнюка было сделано сразу же после того, как США включили его в санкционный список, отметил министр юстиции. Через день после уведомления посла США в Республике Молдова о включении Влада Плохотнюка и Илона Шора в санкционный список США, бывший лидер ДПМ заявил о своем возвращении в политику, так как хочет завершить проекты, начатые во время управления ДПМ и спасти страну от кризиса. Влад Плохотнюк – крупнейший молдавский олигарх-политик, первый вице-спикер парламента Молдовы с 30 декабря 2010 года до 15 февраля 2013 года. Дважды был депутатом Молдавского парламента с декабря 2010 года по октябрь 2013 года и с декабря 2014 года по 30 июля 2015 года. Вечером 19 ноября 2010 года на заседании Политбюро ДПМ было решено включить власти Плохотнюка в ее партийный избирательный список под вторым номером. В результате он делегировал управление всем своим бизнесом, своим менеджерам, чтобы полностью посвятить себя отечественной политике. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok